Что ж, ребят, всем привет, с вами Николас. Этот канал вообще предназначен для того, чтобы здесь я снимал гайды, здесь я создаю VFX, композинг, 3D и прикольные видео-анимации. Какие-то короткие фильмы. Я думаю об одном деле, который я не закончил. Где-то здесь должна быть маленькая девочка, страдающая в руках психопата. Все, что связано с творчеством. Много всяких разных гайдов по всяким разным моментам. Я хочу с вами просто делиться видосами, именно где я делаю 3D графику и все вот это дело, снимая видосы, как это все делать изнутри и снаружи. У меня очень много знаний, которые я бы хотел просто отдать бесплатно, потому что они уже сидят здесь в голове, их нужно куда-то деть. Если ты увлекаешься 3D и хочешь создавать крутые ролики, пробовать себя вот в этой сфере, то я тебе в этом помогу и сам буду делиться. И не только делиться. На гайдах мы будем приходить с вами и делать практические работы. Я буду давать для вас какие-то задания, чтобы вы их выполняли. И именно так вы будете учиться, и это будет круто. Вы будете вариться в этой теме, как вот эти яйца. И тем самым даже где-то в моментах придется мне тоже развиваться, что-то делать новое. Наверное, даже больше это для мотивации самому себе, потому что многие, кто изучает 3D, это для заработка, то есть чтобы на этом зарабатывать. И я начинал опознавать 3D графику не для того, чтобы зарабатывать, хотя в голове были такие мысли, я подумал, что ну когда-то, да, наверное. А в большей степени для себя, просто потому что мне это нравится, мне это интересно, мне это получается. Это реально мое. А пока давай просто учиться, создавать что-то крутое, делиться им комментариями, мнениями. Поехали! Давай сегодня мы сделаем самое простое. Ну и на мой взгляд в 3D графике, как встроить 3D модели, то есть как поставить вот в наше видео композинг. Это называется, используется в фильмах в любых, которые ты любишь, так, Marvel и так далее. То есть когда мы встраиваем в какую-либо графику сюда, в сцену, делаем ей движение, освещение, взаимодействуем с ней. И это круто, и это как будто реальность, да? Сейчас вообще мир уже такой весь цифровой у нас. Какие правила нужно здесь соблюдать? Нужно, во-первых, представлять, что ты будешь делать сразу в голове, либо на леске нарисовать, либо еще где-то. Но чтобы понимать, какое нужно тебе помещение, место, или ракурс, расстояние, это все нужно учитывать. Где я должен быть далеко, близко. Сегодня мы будем делать на статичном кадре. То есть вот как есть, допустим, камера установлена. И мне не нужно делать 3D трекинг. В динамичных кадрах нужно делать 3D трекинг, а это уже более профессионально. Итак, статичный кадр. Это обычный фон, допустим, даже можно брать любую картинку, неважно, видео у нас статичное. И теперь нам нужно делать так, чтобы у нас появилась здесь 3D модель, либо 3D графика, любая. Допустим, я хочу добавить сюда какой-нибудь персонажа, давайте это будет, я не знаю, тот же самый Человек-паук. Соответственно, мне нужно продумать, как я с ним буду взаимодействовать, что там какие-нибудь движения, разговоры у нас, или что-то еще. Место, где он будет стоять. Чтобы мне потом не работать с масками, кучу вырезать свои пальцы, руки. Чтобы мне не пришлось делать ротоскопинг. Ротоскопинг это когда мы отделяем себя, либо объекты от фона. Без хромакея. Потому что на хромакеи, например, сделать это гораздо проще. Итак, я хочу добавить сюда объект. Соответственно, у меня здесь есть свет. Тут, тут. Это нужно будет соблюдать потом уже отдельно в программе 3D, где мы будем добавлять графику. Я не буду делать никаких действий. Я просто буду стоять с вами, разговаривать. И здесь будет объект Человек-паук. Что-то будет здесь делать. Я не знаю, допустим, что-то тут танцевать, либо еще что-то. А я буду смотреть на него типа того. А я не фига себе, как ты умеешь танцевать? Да ты чувак, крут Человек-паук. Да ты просто крут, Человек-паук. В общем, вот он стоит. Пускай с нами тут общается и так далее. А я буду с вами потихонечку здесь вот, чтобы потихонечку перемещаться. Чтобы мне потом не пришлось сделать ротоскопинг. Чтобы потом руку мне не пришлось в это вырезать. Итак, вот этот свет, который здесь имеется, нам нужно будет, естественно, в программе его потом добавить, чтобы свет падал четко на него, и это было реалистично. Иначе, если мы сделаем его без освещения, это будет тупо вообще ни о чем картинка. Ну, короче, это будет жопа, это будет неинтересно, и сразу будет бросаться в глаза, что это какая-то херня. Сделать обязательно карту освещения нашей комнаты для того, чтобы потом добавить отражение вот этого всего, всех деталей в нашу модель. Это очень важный момент. В какой программе вы будете делать свою 3D графику? Тут уже вопрос, если ты ваш выбор? Я это могу делать в Blender, Cinema 4D, Unreal Angel, пожалуйста. В данном гайде мы будем делать, конечно же, в Blender. Работаю в русской версии, потому что мне так удобно, не надо писать там ничего. Вы можете работать в английской версии, хотя, возможно, я скорым временем перейду на английскую версию, может быть. Хотя, в остальных программах я работаю на английской версии. По поводу 3D моделей и остальных файлов я оставлю все в описании. Вам не надо будет ничего искать, я все оставляю, буду файлики, скачивайте, берите и пользуйтесь. Все здесь будет. Вот это все можно удалить, выделив просто все это вместе, нажать Delete, удалить. Нам куп не нужен, нам нужна только камера. Проходим в свойства камеры и здесь мы выбираем отражение. Убираем фоновое изображение, ставим галочку, добавить изображение. Здесь мы можем как выбрать статичную картинку, так как и видео. Убираем видео, открыть, я люблю делать вот так, копирую здесь ссылочку и просто вставляю здесь вот так ссылочку, раз и захожу сюда. Вот у меня есть PNG-картинка, JPEG точнее. Это у нас будет карта отражения, ну можно поставить его как и фоном, но я буду ставить фоном видео, что я вам советую. Убираем, видим, что у нас ничего не получается, потому что нам нужно зайти в камеру, мы выбираем здесь, либо нажимаем 0. Отлично, теперь мы получили бэкграунд нашей камеры. Давайте сделаем здесь не 500, а сделаем 100, чтобы было четко видать. Теперь можем вот так масштабировать, да, колесиком нажимать и вот так вот у нас быстро крутится. Я думаю, базовые функции вы должны знать уже. Смотрите, как нам подгонять здесь модель. Я нашел такой способ для себя, чтобы вообще для статичных кадров есть специальная программа PSP. И здесь мы задаем уже геометрию, это намного, кстати, проще, лучше, но пока. Открываем вот здесь вот эту вкладочку, здесь есть вид и мы можем заблокировать. саму камеру здесь, нажав вот эту, нажав вот эту галочку, и мы можем вращать колесиком, да, и мы можем уже менять, скажем, перспективу, пол, нам не надо ничего здесь уже выходить из камеры, ну, потому что это будет неудобно и так далее. Мы делаем только, снимаем галочку тогда, когда нам нужно посмотреть полностью 3D-модель, как она выглядит, в общем, вот так. Давайте добавить теперь сюда файл FBX. экспортировать FBX, я уже переконвертировал ее в FBX и вам уже готовый файлик приготовил. Открываем FBX нашего Человека Пука и также у нас есть оригинальный, оригинальный модель в блендере, который содержит в себе все арты нормальные, текстуры и так далее, она нам сейчас будет нужна. Просто перетаскиваем файл, нажимаем открыть, все, моделька здесь, видим. А дело в том, что она сейчас у нас без текстур, даже, то есть, если мы нажмем сюда полный рендер, нету текстур, потому что у нас ничего не связано. И это FBX всегда такая проблема, когда ты экспортируешь модель FBX, они всегда без текстур подгружаются. Давайте сразу это сделаем. Что мы сделаем? Мы сейчас свяжем файл блендера с файлом FBX и тем самым мы подгрузим сюда файл, связать, идем обратно сюда в папочку, перекидываем файл Pidermen, именно блендерский файл. Нажимаем на него, связать, и здесь нам нужно выбрать, что нам нужно связать. То есть, это кисти, это арматура, материал. Кликнем два раза, открывается, выбираем все, через shift и связать. Пока ничего не произошло, потому что нужно все это еще дело и настроить. Давайте нажмем на модель, вот здесь вот видим, да, вот она моделька. Переходим в текстуры и давайте здесь выберем текстуру. Они уже подгрузились, в течение пока такое себе у нас. Здесь можно, кстати, поиграться с освещением сцены, выбрать освещение нормальное, которое уже здесь есть, а либо, либо это скачать с сайта. Здесь можно подобрать освещение, какое вам нужно. То есть, скачать карту отражений, примерно похожей под вашу локацию. Файлы, правка, настройка, освещение. И здесь нужно нам установить нашу карту. Давайте установим ее, перекидываем сюда, открываем. Все подгрузилось, закрыть. Теперь смотрим. Теперь выбираем, смотрим, что вот она подгрузилась в нашу карту. Нормально, пока она не очень, потому что у нас тут надо еще освещение поработать. Интенсивно здесь можно будет подкрутить. Дальше заходим сразу же в шейдинг. Здесь выбираем мир, ставим. И здесь нажимаем, нажимаем Ctrl-T, нажимаем открыть и добавляем сюда. Вот здесь у нас позиция, мы можем подкрутить. И уже смотрим, что здесь. Когда мы крутим, вот здесь, допустим, да, позиция, мы здесь карту, она у нас отражается. То есть, как она отражается. Можем повернуть, посмотреть и так далее. Все, после этого как добавили. Еще раз объясняю, если у вас что-то не получилось, и вы что-то намудрили, в общем, ну, что-то не понимаете, тогда проще переходите сюда сразу же и выбирайте здесь просто карту стандартную, которая есть. Либо переходите на сайт, скачиваете. Нажимаем вот это, допустим, да, и скачает. Дал вон. Видим, что наша карта отражения здесь добавилась. Также мы здесь можем делать интенсивность и так далее. Выбираем нашу камеру и давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Давайте подвинем сразу же модельку нашу примерно, как она должна быть. Увеличим ее на S. Заблокируем здесь камеру. Будем вертеть вот так вложение, как нам надо. То есть, как мы хотим, чтобы у нас он стоял бок и так далее. Вот у нас есть модель, видим, что, допустим, она у нас установлена, что-то калякает и так далее. Теперь нам, естественно, нужна анимация. Мы либо загружаем на специальный сайт Миксана и здесь будем качать анимацию, искать. Либо мы это будем делать вручную, анимировать. Но вручную мы будем делать потом в других роликах, потому что это уже сложно. После того, как вы зайдете на Миксана, нажимаете на эту кнопочку и здесь сюда закидываете свой FBX файл. У вас открывается вот так модель. Давайте повернем ее как надо, вот здесь вот сбоку есть специальные ползуночки. Нажимаем Next. Здесь нам говорят о том, что нужно как-то ставить все вот эти маркеры для того, чтобы анимация была качественная. Подбородок, запястье, сгибатели, то есть локти, места где сгибаются, колени и пах. Нажимаем Next. Идет процесс создания рига. Ну, не обращайте внимания, что он куда-то в пол там непонятно улетел. Это бывает такое, это вообще не имеет значения. Выбираем нашу анимацию. Здесь очень много разных анимаций, персонажей и так далее. Но анимации нужно, конечно, здесь вот искать, комбинировать. Есть Google Переводчик, потому что здесь надо все искать на английском языке. Вот тут куча всяких анимаций, которые... Давайте скачаем, допустим, вот эту анимацию. Как она работает? Вообще по движению анимацию Mixamo надо делать отдельный гайд. Какие показатели нужно здесь смотреть? Это на руки, как они двигаются. Вот этот ползуночек отвечает за то, что как у нас будет движение рук. Давайте мы немножко подправим руки, чтобы они были пошире, чтобы он себя не заслонял. Окей, нормально. 118 кадров пойдет. Нажимаем скачать. Здесь мы выбираем смесь. Можно скачать Mesh, а можем скачать только Скелет. Накачаем полностью совсем. Выбираем здесь частоту кадров. Ну, поставим 30. Скачать. Переходим обратно в Blender. И давайте здесь добавим это все дело. Файл открыть, импортировать. FBX. Вот она. Импорт. Смотрим, анимация готова. Так как мы заранее с вами сделали уже текстуру, у нас все есть, мы просто выбираем сам персонаж. И здесь выбираем текстуру, добавляем ему. И все. Этот персонаж мы просто удаляем. Удалить. Мы не выходим из камеры и прямо отсюда уже масштабируем его как нам надо. Колесиком разворачиваем. Устанавливаем его. Установили, допустим, положение, какое вам угодно. Здесь у нас есть анимация. То Blender и любая программа есть вариант, как рендерить окончательную картинку. Как на процессоре, так и на видеокарточке. В настройках рендер движка здесь есть это все. Потому что могу сказать сразу, что Cycles, рендер процессора, конечно, качественнее. Все это делает и тени и так далее. Видим, что паук, конечно, становится более детализированный. То есть, видно, что и свет, и освещение здесь намного больше, намного четче. Это очевидно. Ну, соответственно, тогда у вас будет большая нагрузка на процессор. И ваш рендер будет, кто не знает, там очень долго идти. Один кадр, там может быть и час и все такое. В настройках вывода давайте сразу же здесь все настроим. У нас видео 25 кадров. Соответственно, ставим здесь 25 кадров. Место, куда мы будем сохранять. И настройки рендера нам обязательно надо поставить в пленке. Поставить с прозрачностью. Потому что нам нужен альфа-канал. Мы же будем добавлять его на видео. Безобязательно. Иначе у вас будет с фоном. Ну и поставим наши окончательные кадры. Сколько нам надо, допустим, 239. Теперь давайте выйдем из режима пакировки камеры. И будем настраивать освещение паука. Так как у меня сзади горят лампочки. Соответственно, мы будем создавать свет подобие этого всего. Добавляем свет. В настройках здесь выбираем источник области. А если я его расширю, чтобы больше было понимания. Сразу же здесь поставлю где-нибудь 500. С помощью rotation это поверну на спину. Посмотрю. И я думаю, надо сделать, допустим, вот так, чтобы он сбоку был. Добавлю, поставлю 1000. Жму 0, посмотреть, как это будет полностью. Ну, в принципе, неплохо. Можно еще, конечно, здесь поработать. Добавить. Ctrl-C, Ctrl-V, скопировать. Добавить его еще куда-нибудь. После того, как поставили здесь свет, все у вас устраивает. В принципе, да, можно уже попробовать отрендерить. И посмотреть, что из этого получится. Нажимаем рендеринг. Рендеринг анимации. Слышите, как работает Ryzen? Вот так вот он пыхтит. Вот как-то так, ребят. Сегодня был простой гайд. И это именно полный и подробный гайд, как это делается. Пробуйте. Возможно, вам пригодится. Я не знаю. Цены информации, которые я обладаю, я с вами делюсь бесплатно. От вас требуется подписка, лайк и так далее. Всем удачи. В вами был Николас VFX, либо Николас ЕДЖИ, как вам угодно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok